Всем привет, ребята, меня зовут Власочка, и сегодня я выгляжу немного необычно, да? Да. Мы сегодня с вами продолжаем играть в игру «Покорми кота в 3 часа ночи». Вы только посмотрите, какой у меня милый код, только гляньте, какая зая, хочет кушать. А кормить-то нечем, еды-то нет. Максвелл, ааа, уже слишком поздно, мы что-то там, а что мы? Что тебя так раздражает? Он хочет кушать, бедный киса хочет кушать. Бросок предмета, тебе нечего выбрасывать. Погодите, кровать из Майнкрафта, одобряю. Вот моя крыса, ставьте лайки, если вам нравится моя крыса. Такая милашка, я не могу. Ну что, давайте искать какие-то новые концовки, я уже не помню, что мы делали в прошлом видосе. Но давайте все изучим. Возможно, что-то новенькое добавили, какие-то новые концовочки. Так, здесь я был, что я здесь делала, что я здесь не делала, открыть. А, тут крыса, погодите, от крысы мы с вами уже помирали. Тупая крыса, окончание, обнюхивать, окей. Плюс одна концовка, но кажется, мы ее уже делали. Давайте, наверное, первым делом выйдем из своего дома и найдем что-нибудь интересное. Самое главное, подбираем деньги, деньги нам понадобятся. Ибо за деньги мы можем кучу всего с вами приобрести, чтобы открыть новые концовочки. Так, телеквизор я уже смотрела, я помню эту концовку. Что я не делал? Холодос. Закрыть, открыть. А как открыть холодос? Погодите. И что? Алло, в смысле? Я долго в холодосе буду стоять? Слушайте, это самый ужасный сон в моей жизни. Как выйти из холодоса? Погодите, я помираю. Я урод бы немного получаю. Ну, в общем, вот, ребята, что будет, если вы залезете в холодильник и закройте себя. Открыть вы не сможете, как бы... Короче, не делайте так лучше никогда. Но мы с вами благополучно померли. И нам открылась новая концовочка. Окончание. Расслабься. Думаешь, обморожение было бы хорошей идеей? Да я просто проверила, что будет, если закрыть себя в холодосе. Я не хотела, ну, как бы, обморожение какое-то получать. Я не знаю, что я сделала, но мне дали достижение без дверей. Меня пугает эта крыса. А у меня давно тут котики? Не хочу подходить к крысе, мне страшно. Короче, ладно, я пойду мне... Что-то, сколько у меня денег? А что так мало денег? Погодите. Оно типа рандомно спавнится? Я могу кофе себе забацать, но кофе нету. Дверь запертан. А где мне найти ключи? Короче, смотрите, тут есть концовка с кофе, поэтому наша миссия сегодня, ребята. Надо найти как можно больше денег, чтобы у нас хватило на кофе. И как раз таки вот новая концовочка будет. Поперли сразу в магазин. Возможно, мы сейчас и сможем себе позволить это самое кофе. Это корм. А где кофе? Кофе, кофе, погоди. Новый кед. Ну-ка, носить. Москвилл шляпа? А, это шляпа. Нет, нафига она это деньги тратит? Погодите, где кофе? Собаку я покупала. Горшок, шляпа, очередная. О, деньги. А это тоже лишь деньги? Нет, ты взял реальные деньги. В смысле? Не понял. А что мне с ними делать? О, слышите? Блин, я хотела сыр купить, а он стоит 500 рубаксов. Ты уж взял предмет. Да в смысле? Все выкидываем, это мне не надо. Ну-ка, сыр. О, погодите, он бесплатный? Не понял. Короче, я поняла. Сейчас мы с вами идем. Да, я забыла, что это надо оплатить. Погодите. Так, там же написано 500 рубаксов, а оно мне бесплатно. Скидка на 5 пальцев. Разве твои родители никогда не говорили, тебе не воровать, наверное? Я не успеваю прочитать. Очень быстро пропадает надпись. Осуждаю. Давайте сейчас, на этот раз, мы попробуем с вами купить этот сыр. Правда, там написано почему-то 500 рубаксов. Я понял. Это можно своровать? Ну, давайте попробуем, смотрите, так. 500 долларов, прикиньте, окей. Да не то я хотела, нет, я не то хотела, выкину. Мне нужен сыр. И если мы выйдем через одни ход, тогда нам ничего покупать не надо будет. Деньги и еще деньги. Все, уходим. Кто там был? Это кто? Что он делает? Взаимодействовать. Вариантов слишком много, я не знаю, что мне купить. Ну, и ты думай дальше, а я это, сыр своровала. Да блин, в смысле? Я думала, через главный вход нельзя. Ладно, трэш, короче, все. Все, сегодня без сыра, ребята. Сейчас мы с вами пойдем и купим лучше кофе. Я поняла, сыр нам не светит. 500 долларов стоит, у нас нет таких денег. Ну ладно, в последний раз, давайте я попробую его купить. Может, мне хватит денег. Ну-ка, дядя. Здорово, а что ты? Похоже, у тебя недостаточно денег. За тебя есть деньги, а теперь достаточно? Давайте мы тогда это выкинем, нам не хватает. Подбираем деньги, что тут еще есть? Больше денег нет, больше денег нет. Там у нас собакен сидит. Кофе! Я взял кофе. А сколько он стоит? 23. О-о-о, гримас шейк. Офигеть, мне нужно 50 рубаксов на это. Возьмите вверх. Мне срочно нужен гримас шейк. Мне это надо, мне это надо. Где деньги взять? Только вопрос. Не хватает, да? Да блин, постоянно денег не хватает. Ладно, выкидываем. Я пошла на поиск денег. Ребята, это просто... Я вспомнила, где деньги. Сколько мне надо? Погодите. Мне надо, значит, 23 доллара. Все, сразу берем, мне хватит. Вот тут вот. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. 23 доллара у меня есть, даже больше. 30. Покупаем. Спасибо за покупки, приходите. Бэ-бэ-бэ. Я иду варить себе кофе. Блин, ребята, на самом деле, так кофеечка захотелось и капец. Но самое главное, не крепенького. А то это как бы вредно. Ну да, потом спать не будете. И вообще для сердечка вредненько. Я хочу забацать себе кофеечек. О, деньги. А, типа, время пить кофе. И новая концовочка у нас открылась. Блин, и все на английском. Мне нужно купить новую прическу. Че, какая прическа? Мне нужно купить новую кофеварку. Наконец. А, короче, у меня очень медленная кофеварка, он говорит. О, есть кофе. Пью. Опа, концовка кофенированный. У-ху. Ну, мы молодцы. Это выходит, я что, выпила кофе и сразу уснула? Вот только вам недавно говорила, что кофе пить как бы, ну, как бы вредно. Там не уснешь, да сердечко вредно и все такое. Ой, тут бамс, я уснула, походу, все-таки. Ну, че, идемте смотреть, что мы еще с вами можем позволить. Вообще, я в идеале хочу где-то надыбать пару долларов. Ну, вернее, сколько пару? Мне нужно 50 долларов, чтобы купить этот гримасшейк. Я очень хочу гримасшейк, ребята. Так что я иду на поиски просто. Я буду облизывать все вокруг и пытаться найти где-то деньги. Я помню, в предыдущем видосике мы где-то вот тут находили денежки. Так что давайте побегаем и поищем. На самом деле, на улице так темно, что ничего не видно. О, шахта. О, деньги. О, фига себе, заныкали. Сотрите. Ну-ка, внутри что, могу туда пойти? Могу. О, темно, фонарик нужен. Все, я обратно. Не-не-не, я темноты боюсь. Мне хорошо и как бы и тут, да? Так, надо понять, а где нам взять фонарик? Тут еще взаимодействовать. Можно с NPC и им что-то, наверное, тащить. Где деньги, Лыбовский? Мне нужны деньги. Не бойся, Зюк, такая кайфую. Мне нужны деньги, я на поиске денег. О, прикиньте, новая концовка, походу. Спать. Не, на дороге я спать не хочу, дядь, здорово. Я что-то не помню, что ты мне предлагал? Круто, что ты хочешь? Я бы был бы очень признателен, если что. Я думаю, этот пакет для жителя города, так что отнеси его домой за меня. А для жителя города какого конкретно? Нас тут много, алло. Окей, кому конкретно мне отнести пакет-то надо? Я же без понятия. Дядь, тебе? Житель города. Не знаю, что говорит, что-то на английском говорит. Пойдемте-ка, я попробую найти жителя кого-нибудь. Например, его. Прикольно, он мне эту, он мне попку скидывает. Там еще какой-то дядька, может он что мне даст? Или хотя бы пакет заберет? Слышите, а тут много домов-то еще. Да кому-то это надо отнести? Хм... Что-то опять на английском трэш. Что-нибудь со мной на русском, может поговорить? Я не понимаю. Опа, чей-то дом. Денежки я взял, я красопета. А! Ты что свет врубаешь? Я напугался. Что происходит? Ну-ка свет включи. Упаковка. А, погодите, я все правильно сделал сюда? Теперь мне нужно совершить квест по логике. Я почопал. У меня такая моська довольная, я не могу. Все, бежим обратно к тому дядьке. Надеюсь, он мне это, новую концовочку даст. Я хочу этот. Шейкер, патимейкер купить. Дядь, здоров, я посылку притащил. У меня куда-то пакет пропал. Дядь, ты что тут стоишь? А он, кстати, мне что-то хотел. Тоже какая-то концовка была. Надо что-то ему подсказать, объяснить и д д д д. У меня 26 долларов. Подбираем все деньги. Что тут мы видим? Мне нужны деньги. Мне нужны деньги, 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 деньги. Вот тут еще деньги. Совсем чуть-чуть не хватает. Да, 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 да. Вот, один доллар. Все, 50, мне хватает, мне хватает. Все, я довольный, счастливый могу идти и наконец-таки купить этот шейкер. А что же будет, когда я его выпью? Наверное, вот как у этих тикток-блогеров, да? Могу прям тут его выпить? Не могу, купить надо. Дядя, давай, давай проверим тебя. Все нормально, давай, пью. И сейчас будет гримас, да? Смотрите, приколюха. Новый тренд. Не знаю, в чем прикол. Типа, настолько плохо, что ты выпиваешь и потом это из тебя выходит. Нам также дали достижение, гримас шейк называется. Что, поздравьте меня, я красава по жизни. Кто из вас знает, что это за тренд и что это вообще значит? Ну, то есть ты выпил просто напиток молочный, тебе стало плохо. Так объясните, что это такое, с чем это вообще едят? Будет интересно послушать, кто из вас знает, а кто из вас не знает. Ах, очередной день. Я хочу еще что-нибудь купить в этом, в магазине, но потому что, а почему бы и нет? Только вот надо пойти и посмотреть, что там интересное есть в этом магазине. Плюс тут еще стоят всякие NPC-шники, которыми можно как-то взаимодействовать. Допустим, вот этот вот дядька. Главное, прочитать, что он от нас хочет. Это девочка, что ли, в чулках? Не понял. А вот что он нам говорит, вот это вообще хороший вопрос. Так, сейчас я переведу, погодите. Hello, в паразитюнинге. Че? Ладно, у меня какие-то проблемы, погодите. Что ты хочешь? Деньги у вас есть, мне нужно... Что ему нужно? Так, ладно, все, я от него пойду, мне страшно, он какой-то неадекватный. Я просто знаю, что оно меня убить хочет. Стоподняк, оно меня хочет убить, потому что в предыдущий раз оно меня убило. А так как я не успела прочитать, что оно от меня хочет, все, я не хочу испытывать свою судьбу, так скажем. Что вообще вот тут вот из интересного? Смотрите, тут есть какой-то угол, и я почему-то попычу этот угол необычный. Ладно, походу он обычный. А давайте сходим еще в один дом. Тут же дом был неподалеку. Кстати, погодите, а что это тут? Беленькая, что-нибудь так вот. Не понял. От того дерева? Ааа, кто это? Господи, это просто эффекты, я уж испугалась. Ну-ка, не говори со мной, я хочу. Не говори со мной. Ну сейчас, смотрите, я знаю, как это работает. Сто раз с ним поговори, и что-то будет. Не говори со мной. Ну давай, 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 я знаю. Нужно это пристать к тебе, прям конкретно, не говори со мной. Дядя, я хочу концовку, давай. Ну давай, сколько раз на тебя надо нажать, чтобы ты концовку мне дал. Дядя, давай концовку. Я не знаю, есть смысл мне к нему приставать, либо он ничего мне не скажет, что он просто тут стоит по приколу. Ну и пошёл в попу, всё, я уже, не знаю, раз 15 точно крикнула, ничего не произошло, чё мне к нему приставать? А зачем это надо? Денюшка Кенни, привет, мой сладкий мальчик, чё ты тут? Мне интересно, вот если пристать к Кенни, он чё-нибудь нормальное скажет, либо он просто хим-хим будет говорить? А давайте зайдём в этот дом, может быть тут чё-нибудь новенькое будет и необычное? Ну-ка, деньги! Так, чё внутри? Я могу тут присесть? Почему-то очень тихо, о, а могут? Привет, я чё-то взял. А я могу его выпить? Зачем мне сок? Возьмите верх, о, бургер, второй этаж, я могу чё-то сделать? Не пугайте меня! А чё на втором этаже, я чую там чё-то? Включаем свет. Погодите, мне кажется, за этой дверью кто-то есть, ну-ка, есть кто? Алё! Возьмите, возьмите, отлично. А, чё-то написано, чё-то написано, какие-то мемчики. Я могу чё-то взаимодействовать в этом доме, или почти нет? Ладно, пойдёмте сюда. Дверь заперта, а как её открыть? А сок мне зачем? Мне сюда как-то надо попасть, вопрос как? Что-то мне как-то тут не особо комфортно в этом доме, давайте пойдём в тот дом. Может быть, в этом доме чё интересное найду? Кстати, вот с ним и пареньком ещё поговорить. Алло! А вот можно прилечь? Блин, тут постоянно такая тишина. Упаковка. Я не знаю, а чё упаковка? Мне чё-то собрать, что ли, надо? Открываем. А! 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 Картина появилась. Так, деньги-то хорошо. Слушайте, а если зайду к нему, может чё изменится? Ну-ка. Ладно, проверять я, если честно, это не хочу. Пойдёмте искать что-нибудь интересное на улице тогда. Ммм, погодите, а где мне взять фонарик? Возможно, фонарик я могу купить в магазине? Ну-ка, давайте проверим. Деньги. А чё, прямо вот так вот сразу, прямо на улице? Кстати, машина. Привод, автомобиль. Это машина-кассира. Может быть, я мог бы украсть её и уехать отсюда. Грант Ларсони. Эти меры безопасности выходят из-под контроля. Меня только что машина как-то сбила, да? На самом деле, это было таким нежданочком, что я аж вздрогнула. Было неожиданно и приятно. Слушайте, походу мне надо взять вот это вот. И, наверное, купить. Я не знаю, дядя, могу это купить? Ладно, давай проверим тебя. Всё, спасибо. Оно, наверное, бесплатное было, потому что это, типа, реальные деньги написано. 15. Слышите, тут ключ всё это время был от моего дома. Ага, ребята, погодите. Это что это выходит? Вы должны написать в комментариях, что хотите увидеть. Мол, фласка, купи ключ. Посмотри, что в тайной комнате. Симулятор Гарри Поттера. А теперь пойдёмте к этому дядьке. Ему, я так поняла, нужны деньги. Наверное. На всякий случай, я сейчас всё это проверю, что он там пишет. Я не уверена, что я могу купить с этим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понял, всё, вот так вот нас убили. Возвращается. Не хочу с ним говорить, можно я уйду? Меня игра вынуждается не поговорить, а не хочу. Блин, я нечаянно вышла. А если там всё-таки что-то новенькое было? Ну, короче, мы его развели, мы ему ненастоящие деньги дали. А, я тут же? Ну, окей, давай. Деньги были фальшивкой. Ну и чё? Не, я с тобой говорить не буду. Фальшивка так фальшивка. Чё, что-то потерял, ничего не потерял. Бензин, зачем бензин? Вопрос. Погодите, мне какую-то машину надо завести, да? Также есть яичко пасхальное, не знаю. А где мои деньги? Слышите, не понял. Рыба. Не знаю, зачем рыба. Тут что у нас интересное? Возьми вверх. Вы уже перевозите предмет. Какой? Погодите, походу у меня ничего нету, потому что мне нужно завершить линю с этим вот. Ну и чё? А! Господи, что-то громко. Я же дёрнулась. Клавиатура тоже была в шоке. Ты правда думала, что это будет смешно дать мне фальшивые деньги? Ну шо, ребят, на этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой с кисой канал. Смотрите, какой милый киса. Ёшкин ты кот. Назову его Барсик. А давайте вы, короче, напишите в комментариях, как вы хотели бы назвать вот этого милого Барса. Может быть, не Барсик, может быть, я не знаю, клубочек. Короче, ваши идеи пишите в комментарии, ну а я на этом буду прощаться. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами была Флазочка, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok